В этот понедельник после 10 часов. Экономист Михаил Хазин. Личные обстоятельства. Всё сложно? Поговори с психологом. Екатериной Собчев. По субботам после 6 вечера. Личные обстоятельства. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Серёжа, пастушок, пограй, пограй, пограй. Ранья, друг Серёжа, Себе, мне надо рожать. 8 часов 6 минут. Понедельник, 23 июля. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все это... Радио говорит Москва. Говорит Москва. Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Собака открыла люк с самолётом. Я только что прилетел, мне новость потрясла. Собака выбралась из клетки. Там у них была такая пластмассовая клетка, которую, если бы я был собакой, я бы тоже открыл. Нет, серьёзно, я всё. И тут вы должны спросить других. А что сделали вы в этой жизни? Ну, посади меня в такую клетку, посади меня в такую клетку и дай мне только одни зубы. Я её открою. Зубы, руки свежи, вот так, свежи мне руки, оставь ноги. Посади меня в такую клетку и дай мне еды. Я бы даже и пытаться не стала. Зачем? Оно и так прекрасно. Свернулась бы из палат. Нет. Как спало, ела? Я бы открыл по-простому. Я знаю, как открыть. Я бы языком даже открыл. Языком. Я бы открыл её, чёрт побери. Я бы просунул язык туда в эту штучку, подбросил бы, раз, 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 вот и всё. Значит, я бы... А дальше она разгрызла как-то обшивку, привела каким-то образом в действие, не знаю, может быть, тросик какой-то потянула. И люк открылся на несколько десятков сантиметров грузовой. Собака, это собака, здесь, на подлёте к Москве. И она выплюнула туда своим носом чёрным. Она не полезла в дырку. Нет. Мне холодно. Самолёт экстренно посадили, и, значит, всё в порядке. Но это было на четырёх километрах, это ерунда, на четырёх километрах. Собаке выпишут штраф? Нет. Хозяин собак. Нет, она же дура едва. Как? Ваш собаку встроил нам керметизацию? Боже мой, посмотри на собаку, дура дурой, боже мой, что с неё взять? Сотруднику можно, который закрывал клетку? Нет, клетку. Точно? Да я точно думаю, что кого-то накажут. Самолёт сажали. Никого не накажут. Это только Ярославская колония, зачем? Нет, ну, правда, даже в Ярославской колонии никого не наказывают, пока только отстранили. Слушай, значит, я хочу сказать про собаку, что она открыла их на четырёх километрах. На четырёх километрах человек не умирает. Нет? Нет, потому что нас возили в негерметичных Ан-12 на четырёх километрах, негерметичных самолётах. Герметику пускали только офицеров. Там есть герметичная часть в Ан-12. Туда пускали офицеров и женщин. А всякую шваль, вроде меня, запирали, значит, там в салоне просто, ну, в обычном, где, так сказать, там грузы и так далее. Вот, и на четырёх километрах нормально себя чувствуешь, только хочется курить. Почему? Потому что, на секунду, сидишь, вот как-то хочется вдохнуть. А, не хватает. Такое ощущение, что вроде пора закурить, понимаешь, но в самолёте нельзя. И вот ты сидишь как-то немножко, ну, бывает такое, немножко как-то вот так, 4200 там ещё. Зато подкожный жир начинает топиться. Нормально, нормально, всё хорошо, всё хорошо, двигаем дальше. Слушайте, значит, я хотел сказать про этого агента. Агент, да, нет, мы работаем с восьми, вы хоть обратили внимание? Кто-нибудь обратил внимание или нет? Вы невменяемы? Вы в курсе, что мы работаем с восьми? Мы работаем с восьми. До десяти. То есть программа будет короткой. То есть она будет до десяти, и всё, и в десять мы свободны. Я, скажем, на мотоцикл, начинаю курсировать по городу. Десять утра! Десять утра! Люди честные только начинают работать. Эти бездельники, прохвосты, журналюги, клейма ставить негде, печать, клейма ставить негде, подонки, они уже свободны. Ну что ты будешь делать, а? Да, но зато встаём раньше. Ну, сегодня в 440 где-то встал. 440. Встаёшь в 440. Господи, любой встаёт ещё. Все встаёт в 440. Слушайте, да я обычно ложусь в 440. Ага, другое дело. Слушай, значит, я был в Испании 2 недели. Испания на месте, всё хорошо, вода была ужасно холодная, все смеялись надо мной в самолёте. В Тоса-дель-Мар люди, которые ехали рядом со мной, отдыхали в Тоса-дель-Мар. Они говорят, что у нас 26-27? Вода 26-27. Слушай меня. Это холодная? Нет, у них была 26-27. А у вас? У нас 23. У нас 23. У нас вода была 23. У меня всё время... Слушай, у нас 23 за окном? Я уж молчу про воду. Значит, вода 23 была. Я всё время ныряю уже, ну, в смысле, купаюсь в дайв-компьютере. Он мне показывает воду с точностью абсолютной, да? То есть абсолютная точность. 23, и два раза было 24, показал. Ну, это так. А в основном 23. Я привык к 23. Я стал полярным моржом абсолютно. Я вот когда практически моржевал, 23, я решительно прыгал. Просил какой-нибудь, значит, кого-то выстрелить в меня вот так. И падал. Либо считал до 20. 18, 19, 20, пошёл. Всё. Ну, на 20 пошёл. На 20. Вот. И прыгал очень хорошо. И перестрастился к розовому мину. Вот сейчас я говорю. Абсолютно. Я во сне, если ты подойдёшь ко мне, кто-нибудь, например, я не знаю, если я засну где-то публично, и ко мне... Например, около метро я засну, около метро. И все будут люди слышать... У нас здесь есть лавочки для таких. Абсолютно верно. И я засну около метро, товарищи... Например, пьяные, не знаю. Ну, какое-нибудь такое. Забудусь сном, я бы сказал. Вы услышите, что я бормочу во сне. Я всё... Пульпо лагаега, вино росадо. Вино де касса. Росадо де касса. Я постоянно твяжу одно и то же. Я все две недели говорил только это. Розовое домашнее. И они мне приносили... Чем же оно вас так зацепило? Розовое. Почему? Я тебе объясню. Я раньше пил красное. В старости. Ну, наоборот. В старые времена. В старые времена, в детстве. Я пил красное. В детстве я пил красное. 20 лет, 30 лет. Это сейчас. Детство. Абсолютное детство. Значит, в детстве я пил красное. И при том, долину Дуэро. Какую-нибудь, потому что я старался, чтобы оно было погуще. Эль Паладар. Эль Паладар. Такое вино должно было быть красное. Что туда можно ложку втыкать, как в борщ. Понимаешь, о чём я говорю? Ну, густое такое. Настоящее. А? Вае де Дуэро. Вареница. Вае де Дуэро. Знаешь? Запомни. Ты ещё в детском возрасте. Тебе можно. Значит, красное. Густое такое. Густое. Вот, я любил. Потом я что-то подумал, что это уже, ну, как сказать, это сильно меня тратит. Зачем это? В смысле? Ну, у меня начинается почему-то аллергия, насморк какой-то на это вино. Я думаю, зачем это надо? Слышишь, мездра, это мерзость вся, это фосфаты. Зачем это надо? Я стал пить белые. Стал пить белые. И сколько-то, сколько-то лет, может быть, десятилетия я пил белые. Превосходность я чувствовал пока. Все белые до единого, кроме шампанского. Шампанское мы продолжаем. Все белые до единого, кроме шампанского, стали добавлять цветочные ароматизаторы. Они пишут, они пишут, приятный, фруктовый и, как сказать, фруктовый цветочный аромат. Это мерзость. Это значит, это все равно, что пить какой-нибудь дряной улун. Там, понятно, да? Со вкусом черной смородины. Во-во-во-во-во. Значит, ни в коем случае. Белые вина испортились, потому что в них теперь кладут какие-то ароматизаторы с фруктовым и цветочным вкусом. Мерзость полная. До свидания. Значит, остались для нас изысканных эстетов, которые, так сказать, употребляют это все ведрами. Осталось только шампанское. В сущности. И росаду. Что такое росаду? Детям все. Розовое вино. Это с красной лозы берется виноград. С красной лозы. И его на несколько часов, предположительно на одну ночь, так и называют. Это вино одной ночи. На одну ночь соединяет с мездрой. Со всей этой мерзостью, в которой все остальное вино парится подолгу. Соединяет с мездрой на ночь. В десять вечера положили, с утра нафиг в мусор. И вот это то, что мездра дала, чуть-чуть розовый оттенок, дальше с ним ведут себя, как с вином, но ни цветочного, ни яблочного, никакого фруктового аромата, ни черта нет. И в то же время тяжести нет, как от красного. Переходим на росаду. Товарищи, переходим на росаду. Не правда ли? Черт, какой ты умный. Ну, это правда. А? Ну, это правда. Ну, действительно. Слушай меня, хорошо. Ты понимаешь, что это агент наше, вот это агент Бутина? Ты понимаешь, что она через постель? Ну, я хочу объявить некоторую следующую вещь. Значит, ты понимаешь, что она, как любая шпионка, а любая шпионка абсолютно через постель работала или нет? Нет, так это моя догадка, то я вообще не могу. Она сейчас подаст в суд. Она подаст в суд там, из этой своей тюрьмы американской. Она подаст в суд. Ну нет, я не могу с уверенностью говорить об этом. Если не спал, Торшин, Торшин не рассказывает. Нет. Значит, но я говорю, что женщина-шпионка, это же Матахари. Это же Матахари. Это все через постель. Тому показала, ага, иди сюда. Тому показала, ага, давай зайдем. Ну, самый простой способ втереться в доверие, да. Какой простой? Какой простой? Единственный. А что она там, так сказать, алгоритмы должна была решать? Ну, какой у женщины способ? Ну, как? Вы что сейчас говорите? Я сейчас говорю простой вопрос. Я задаю вопрос. Я задаю вопрос. Нет, простой вопрос. Значит, как работала Матахари? Мы не говорим сейчас невежливых слов. Товарищи, я сейчас объясню. Мы начинаем теперь с восьми. И восемь еще люди везут детей в школу. Я знаю, школы еще нет. Спокойно, спокойно. Школа в Аргентине сейчас. Значит, но мы готовимся к сентябрю, когда вы будете в это время везти детей в школу. Когда вы будете везти детей в школу, вам не понравится, нет, не понравятся всякие плохие слова. Поэтому мы должны, избегая плохих слов, говорить на языке какой-нибудь энциклопедии медицинской. Правильно? Значит, она совершала, должна, любая шпионка, должна совершать коэтус направо и налево. Правильно? Налево и направо. Ну, это было бы логично. Коэтус наше оружие в шпионаже. Ну, естественно. С мужчинами никто не требует коэтуса. У него смотрят, говорят, фу ты, господи, завалящийся какой-то. А женщины... И чем не менее, они все время этим пользуются, как будто от них требуют. Что, вот эти все фильмы про Джеймса Бонда? Нет, 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 нет. Да что, вот эта история полностью повторяет практически сюжет «Красного воробья». Читаем, читаем. Херберт Бауэрнебель пишет в Бильде. В Вашингтоне часто говорили об этой активной молодой россиянке. Часто говорили. То есть она там была очень-очень-очень. И там, ну, в смысле, в смысле она была очень. Огненно-рыжие волосы, задорные веснушки, глубокое декольте и соблазнительный взгляд. Ни один прием, на котором присутствовала 29-летняя Мария Бутина, не обходился без флирта с влиятельными гостями. Она была знаковой фигурой, она наладила контакты, я читаю, Бильд, с оружейными лоббистами, окружением Трампа, американскими конгрессменами. Она спала с влиятельными мужчинами, получая через постель доступ в святая святых ультраконсервативных кругов. Если она делала это для Родины, то это, вероятно, хорошо. Как ты думаешь, мне кажется? Для Родины, конечно. Для Родины. Ну, Родина просит. Все хорошо. Родина просит. Я не буду сейчас неделикатным. Неделикатный вопрос заключался бы, сделали бы так ты. Но я не буду... Внимание, посмотри на меня, насколько я деликатен. Посмотри на меня, насколько я деликатен. Я чертовски деликатен. Я не задаю тебе этого вопроса. Ты понимаешь, в чем я? Никому и слушать не никогда. Я слишком деликатен, чтобы задавать подобные вопросы. Понятно? Значит, ну, она это дело. Значит, она была... Она спала... Сейчас тут какие-то имена, 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 имена. Она спала с этим, она спала с этим и так далее, и так далее. Я думаю, какой получился бы превосходный роман. В смысле, я имею в виду, может быть, даже и фильм. Какой получился бы сценарий. Пол Эриксон. Нет, она же не первая. Ну, у нас была до этого Анна Чапман. Она тоже рыжая. Они идут как под копирку одинаково. Это довольно странно, как мне кажется, и нелогично. Почему выбирают именно рыжих, именно ненастоящих рыжих? Это посветлее была, чем Чапман. Они обе красятся? Чапман, нет, Чапман была... Это просто вопрос краски и оттенка. Нет, нет, нет. Чапман была рыжепсивая такая. Она псивая была. Цвет псивый. Нет, псивый, нет? Это псивый. Какой цвет? Я забыл. Я не знаю. В какой гамме. А Чапман была рыжепсивая, а это была рыжесветлая. Рыжесветлая. Я, кстати, не сказала бы, что у них какая-то супер приметная внешность. Наверное, для шпионки это и хорошо. Но вот тот эффект, который они описывают в СМИ, как-то... Я тебе хочу сказать, что... Нет, можно я скажу что-то сексистское? Да. Я скажу что-то сексистское. Вы уже сказали... Сейчас я, наконец, впервые, я скажу, впервые в своей жизни. Позвольте мне. Показалось. Впервые в своей жизни я скажу. Значит, в чём сексизм момента? Конечно, нормальная тёлка с хорошей внешностью не пойдёт рубиться направо-налево. Ну, пойми ты. Ну, представь себе, что ты... Почему направо-налево? У неё был один вот этот Эриксон. Ну, давай. На чём ты говоришь? Ну, зачем ты говоришь? Ну, зачем ты? Нет, не надо. Ну, и что? В последнего дня она с ним состояла. Уже постоянные связи? Постоянные связи, хорошо. Как утверждают в материалах. Постоянно, а ещё же есть время. Слушай меня. Значит, я хотел сказать. Представь себе, что есть женщина, мисс Россия. Мисс Россия. Да. Мисс Россия. Ну, как-то она проникла в эти мисс. Тоже, кстати говоря, не простым способом, а через коитусы. Значит, ну, теперь она сделалась уже. Всё, точка. Сделалась. Всё. До свидания. Ей второй раз уже никто не даст, поэтому зачем? Больше не надо. Она что, пойдёт в шпионки? Да нафига ей это надо? Не пойдёт. Не пойдёт. Пойдёт как раз девочка очень амбициозная. Очень амбициозная. Ну, опишем, да? Амбициозная девочка, которой надо что-то доказать. Если ей ничего доказывать не надо, она вся, она вошла, все такие бамс, бряк, 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 бряк. Что это такое? Это разбились затылки. Все падают затылком. Она заходит, все мужчины бамс, затылками падают, разбивают голову. Все. Она ничего никому не должна доказывать, такая девочка, да? Она абсолютно никогда не пойдёт ни в какие шпионки. В гробу она видала толстых сенаторов и толстых конгрессменов, и всех этих странных людей, которые, так сказать, там ковыряют сначала в носу, а потом и так далее. Потом в ухе. Ну, не важно. Значит, понимаешь, в чём дело? Она их в гробу видала. Знаете, как говорил один из моих любимых комиков, Луиси Кей, он говорил, что, скажем так, для школьников интим никогда не идёт по нисходящей. Ну, в большинстве случаев. Да. Вниз не ходит. Вниз не ходит. Наверх. Только наверх. Только наверх группа ухи, да. Слушай, значит, нет, ну, правда, ну, действительно. Вот, значит, я хочу сказать, что если ты самодостаточный человек, абсолютно, абсолютно не стремящийся никому ничего доказывать, в особенности, в конкурентной такой, вот, сказать, преуспеянии, в том числе гендерном, да, то ты не пойдёшь в подобную сферу. Ты можешь спокойно трудиться где-нибудь, там, с серой мышкой. Все всё знают про тебя. Все всё знают. Все всё знают. Ты, например, красивая, все всё знают. Ты, например, некрасивая, все всё знают, но добрая. Некрасивая, но добрая. А? И всё. И так далее. Все всё знают. Ничего тебе не надо делать. А вот когда в тебе стервозность, и когда в тебе есть желание чего-то кому-то доказать, тогда ты такая глазами тынь-тынь, типа, чё-чё-чё-чё-чё, я пошла вперёд боковым ходом, раз, я туда, я сюда. Понимаешь? Вот тогда ты пойдёшь в шпионки. Вот тогда ты скажешь, ребята, я вас всех, как это сказать, имела в койтусе. Я вас всех. Понятно? Я чёткая. Я из всего класса. Кто у меня из класса шпионки, например, ты говоришь? Никого. А я одна шпионка. Кто у меня из школы шпионки? Ну, одна, две, три. Да, правильно? Обычно в каждой школе две, три. Правильно? Не больше. Ну, не больше. Ну, пять. Ну, пусть пять. А я вот молодец. И всё. В моём выпуске никого ж... Понимаешь? Чёткая девка. Я её очень сочувствую. Её сейчас разоблачили, поймали, когда она уже, говорят, была на чемоданах. Что-то она там много-много наделала. Мы её должны защищать. Товарищи, свободу Марии Бутиной. Свободу? А с другой стороны, чтобы её именем назвали школу, её должны как-то, может быть, расстрелять. Ну, чтобы школу назвали. Ну, не надо. Ну, я ещё упоминаю, какую-нибудь девятнадцатую школу, вот здесь за Москва речи. Знаешь, девятнадцатую, которую Макаревич закончил? Девятнадцатую. Она имени Белинского. С какого хрена, можно спросить? Белинский. Я умоляю. Мне просто противно. Мне делается противно. Этот желчный господин Белинский, кого вы знаете? Величайший ум. Он либерал. Он был либерал, товарищи. Он был либерал. Он костерил, он писал из Баден-Бадена письма Николаю Васильевичу Гоголю, проклиная его. Николай Васильевич в этот момент заседал в Риме. Он проклинал его из Баден-Бадена, значит, за то, что тот возвеличивал православие и так далее. Белинский. Враг православия. Враг всего, что ни на есть консервативного. Он либерал. Надо дать девятнадцатой школе имя Марии Бутины. Но тогда её должны расстрелять. Вот что-то, мне кажется, как-то так должно пойти дело. Какая жалость, что Кевин Спейси не сыграет в этом фильме. Кевин Спейси приставал бы сам к сенатору. Они бы конкурировали. Кевин Спейси кадрился бы к сенаторам. Всё время своя рука суй. Он же рука суй, вы помните? Так, хорошо. Рассадника лжи под белыми касками с позором покидает свой плацдарм. Это про Сирию, я знаю. Они выезжают в Иорданию. Я читал, спасибо, ничего интересного. Берут рыженьких, потому что они символизируют страсть. Рыженькие символизируют страсть. Это как огонь, да, что-то такое? Не знаю. У меня другая концепция, Адик. У меня есть другая концепция. Я посвятил бы ей некоторое время, да нет времени. Я говорил уже неоднократно, что пониженная волосистость тела у большинства женщин. Значит, тоненький голосочек. Маленький корпус. Вообще корпус маленький. Маленький, маловолосистый. Ну так, по корпусу мало волос, на груди мало волос и так далее. Маленький, значит, тоненький голос и светлые волосенки. Это все на самом деле. Они косят под детей. Они косят под детишек. Чтобы их не убили. Понимаете, почему я? Чтобы их не убили. По Сансе Старк не скажет, что она страстная, говорит Александр Фельдман. Спросим потом, потом, потом. У Норра спросим. Ладно, а? Давайте дальше. Эквадор может... Можно я скажу про Санжа? Хоть два слова. Эквадор может выдать чертовой матери Ленин Морено. Президент Эквадора прибыл в Лондон. Кажется, он сдаст Ассанжа. Что-то, да, пишут об этом в последнее время. Эквадор может в самое ближайшее время лишить Ассанжа убеждений. Дело в том, что Ассанж там живет как князь. Он живет там как олигарх. Да ну ладно вам. Я тебе умоляю, 66 тысяч фунтов стерлингов в месяц у него тратятся. Он постоянно принимает гостей. У него своя служба охраны, за которую платит правительство Эквадора. 66 тысяч фунтов. Хорошо, но он не может никуда выйти. Вот ходит, он, наверное, все эти помещения изучил на зубок. Сколько? Нет, или долларов. Сейчас я посмотрю быстро. Но это очень важно. Это на самом деле важно. Сейчас может быть долларов. Но мы поймем. Да, нет, долларов. Да. Его на него 66 тысяч долларов. Я хочу умножить. Мне нравится умножать. Ну, делить тоже иногда. Но для себя. Мне кажется, он ужасно устал от этого всего. Делить на один я люблю. А умножать, пожалуйста, сколько хочешь. Смотри, 66 тысяч умножить на 63 или до чего-то вы докатились тут с позором. Господи, помило. Значит, 4 миллиона, 191 тысяча. Ты хотела бы пожить на... Что это? Так много. Это 4 миллиона. Ты хотела бы пожить на 4 миллиона в месяц? Нет. На 4 миллиона в месяц. Если мне придется сидеть в одном доме, нет. На 4 миллиона в месяц? Так что там дом с садиком? Нет. Ты же можешь там уходить, упражняться, на растяжке делать, отжиматься. Нет, это неинтересно. К тебе все время приходят люди. Я хочу видеть вот этих бомжей на улице, алкашей на лавочках. Хочу приставать к ним, выходить и приставать. Стоп, стоп, стоп. Я хочу всю эту городскую романтику. Ты не врубилась. Ты могла их приглашать. Он приглашал постоянно людей. Пожалуйста, хоть всех бомжей в Лондоне. Садайте мне, пожалуйста, условия города. От него хотят избавиться. Ленин Морено. Ленин Морено. Как вы знаете, зовут президента Эквадора Ленин Морено. Что если фамилию перевести, фамилию не перевозят. Но если перевести, то получается смуглый Ленин. Смуглый Ленин хочет отдать его к чертовой матери. И все, потому что это очень дорого. Он считает, что 4 миллиона рублей. Ну, в рублях. В месяц это слишком дорого. Джулиан Асанш. Вы помните этого чувака? Он из Австралии. Он потом создал... Я когда Википедию читал, я угорал просто. У него там мама... Значит, он сам зачал ребенка в 16. Мама что-то такое бежала с директором цирка от папы. Там что-то было ужасное. Бунтарско-романтическая история. Да, мама с папой его познакомились на антивоенном митинге. То есть, как-то такое все. И он создал Викиликс. И в Викиликс уже лили там всякую информацию. И его сейчас, если отдадут в Швецию, то он получит там, вероятно, срок за отказ, как полагает его обвинитель, женщина, надеть презерватив по ее просьбе. То есть, ему дадут срок. Она как будто бы возражала против секса без презерватива, а он как будто бы... Она говорила по-шведски. И все. Нет, скажи по-шведски. Презерватив. Я не понимаю. Она говорит, в каком языке? What language do I speak? Свидишь презерватив. I don't understand. А я серьезно? Ну, как я могу понять такие? Это же по-шведски что-то значит. Черт возьми, может, килька в томате, может быть, какие-нибудь сардина. Я же не знаю, что они говорят. В общем, его, скорее всего, отдадут. Если в Швецию, то вряд ли. А если Швеция отдаст его в Штаты, то его либо умертвят, смертная казнь, за преступление против Америки, либо посадят пожизненно. Это вот Джулина и Ассанжи. И сейчас развязка. Мы стоим накануне этой развязки. Ужасной совершенно. Он же седой там стал в этом посольстве Эквадора. У него такие грустные глаза. Ты была в Эквадоре? Нет. В Эквадоре очень хорошо севиче. Если ты приедешь в Эквадор, первое, проси, севиче. Что это? Севиче. Такое дело они... Ну, севиче везде делают, но в Эквадоре севиче, потому что они на рисовых полях выращивают креветку. И там такой севиче... Причем везде. Ты в Кито можешь отведать такого севиче, в севиче, как в Гуайакиле. Я был в Кито и Гуайакиле, больше нигде. В Кито, Гуайакиле. И в другом месте в любом севиче в Эквадоре. Это очень правильно. Может быть, его там одним севиче кормят. Он как-то хорошо выглядит. Ладно, погнали новости. Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8 8.30 в столице, в студии с новостями. Евгения Волгина, здравствуйте. Один человек погиб, 13 пострадали при стрельбе в Торонто. Огонь по прохожим на улице открыл неизвестный поздно вечером. Среди раненых маленькая девочка. О состоянии пострадавших информация нет. Стрелявшего ликвидировала полиция, сообщается в Твиттере городских правоохранителей. Подробности инцидента сейчас устанавливаются. Перевернувшаяся под Астрахань ее лодка с детьми оказалась угнанной. Предположительно, управлявший речным судном 27-летний Мазгар Асанов находился в состоянии наркотического опьянения. По сообщению РЕН-ТВ, мужчина отвязал чужую лодку, посадил в нее детей и повез на другой берег. По какой причине судно перевернулось, пока неизвестно. Среди возможных причин рассматривается нарушение правил безопасности. Дети могли раскачивать лодку. ЧП произошло накануне вечером на реке Бузан в Астраханской области. По данным МЧС, лодка перевернулась в 15 метрах от берега. Погибли трое детей в возрасте от 8 до 15 лет. Возбуждено уголовное дело. Медведев назвал неэффективной работой чиновников в соцсфере в Северокавказском федеральном округе. 11 июля премьер-министр России провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития региона. На нем обсуждались проблемы топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа, а также приоритетные направления работы по госпрограммам и нацпроектам. Дмитрий Медведев пришел к выводу, что поручения в сфере ТЭК в регионе не исполняются, а работа чиновников по вопросам социально-экономического развития неэффективна. Премьер поручил принять в отношении должностных лиц дисциплинарные меры, сообщает пресс-служба главы Кабмина. В России изменятся правила сноса самовольных построек. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству подготовил ко второму чтению законопроект о поправках в Гражданский кодекс. Органы местного самоуправления в ряде случаев смогут без суда под угрозой изъятия участка обязать землевладельцев оформить самовольную постройку либо снести ее. Однако муниципальным властям запретят во внесудебном порядке добиваться сноса объекта недвижимости с зарегистрированным правом собственности. Об этом пишет газета «Известия». В законопроекте конкретизируется понятие самовольных построек. К ним не будут относиться объекты, возведенные с нарушениями, если есть все необходимые согласования и разрешения, а собственники не знали или не могли знать о наличии каких-либо ограничений. Русал получил шанс выйти из-под американских санкций. На фоне этих сообщений акции российской алюминиевой компании на гонконгской бирже резко подорожали. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, Русал направил американской стороне предложения, которые могут привести к выводу гиганта из-под санкций. Детали сделки не разглашаются, отмечает РИА Новости. Ранее в Вашингтоне заявляли, что снятие ограничительных мер с компанией возможно при условии отказа Олега Дерипаски от контроля над ней. Санкции были введены в апреле текущего года. В завершении выпуска о валюте доллар 63,49 евро 73,93. Погода по данным Гесметио в Москве сейчас 18 градусов, в течение дня пасмурно, сейчас в некоторых районах идет дождь, днем воздух прогреется до 24. На этом пока все. Евгения Волгина. Говорит Москва. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Уверенное обаяние знатоков. тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Политолог, член общественной палаты, доктор экономических наук Иосиф Дискин. В этот понедельник после 15. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Узнайте об этом из цикла авторских программ петербургского историка Сергея Виватенко «ВИВАТ ИСТОРИЯ» Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого Судьбы людей и империй Великие достижения и потрясения от древних времен до современности Каждое воскресенье после 14 часов ВИВАТ ИСТОРИЯ Право знать Говорит Москва Подъем Это подъем мы продолжаем с Сильверой Хасаншиной Кремлевской гребли Кого взяли на курсы будущих губернаторов Очень интересно сегодня газета РБК пишет Резервистов поставили под весло Новые подробности Кремлевской программы Подготовки кадров Дело в том, что для того, чтобы У них там так интересно Для того, чтобы у них Произошло какое-то сплочение Командный дух Какое-то ощущение Что По-настоящему что нужно Нужно доверие Нужно доверие в команде Поскольку из них делают команду Чтобы они были людьми командными Они должны научиться Одному простому правилу Вот мне кажется В команде Что главное Скажите Что главное в команде Слепое Подчинение руководству Я серьезно говорю Человек, который Ну правда Слепой абсолютно А как же чувство плеча Там Правильно Плеча Боялись Боялись Ханулики Раз Девять раз они так шагнули В пропасть И все время матрасы На десятый раз шагнули Матраса нет Ага Потом расползаются Такие все На вилчерах Такие На креслах-каталках А ты им говоришь Ну правильно боялись Правильно боялись-то Боялись-то правильно Инстинкт Не подвел инстинкт Будущего губернатора Вот это хорошо Значит они сейчас пошли Нет Что у них сейчас будет У них сейчас будет Было Гребли эконом Уже? Мне кажется да В субботу по-моему Ах вот оно что Ах правда Они Их поставили под весло Они гребли Они гребли Отталкиваясь от воды Нормально Ну так бывает Потом значит У них там был Главный тренер сборной России По академической гребли Юрий Зеленкевич Потом было шоу с лошадьми Просто шоу и все Лошадей трогать не давали Нет Значит они бьют копытом Значит лошадь бьет Упражнения по гребле На тренажерах И гонки на лодках Потом они делились на команды Ну там есть и женщины Третьяк Наталья Экс-замминистр образования и науки Там есть Петрова Светлана Директор департамента госполитики Авиации Гражданской авиации Минтранса Ну они кстати и так имеют Одинцова Жанна Бывший заместитель Пресс-секретаря президента Пожалуйста Еще кто есть Мирошникова Юля Там учатся тоже Взад-вперед грести Значит Еще 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 Все И женщин больше нет А остальные нас не интересуют Согласитесь Все это Остальных Мужчин у нас как грязи В управленческих кадрах Женщины интересны А остальные не интересны Значит их заоставят Интересно Ну а что Они не должны стать предателями Родины Слушай а почему этого взяли ученые Ваши Готовятся они Улыбаются все Будущие губернаторы Команда Команда Грибут Прыгают в водопад Ложатся под танк Что хочешь делать Сколько из них предадут Родину Сколько Ну есть же статистика Статистика безжалостная Сколько Так это статистика была до того Как была запущена эта программа А теперь будет другая Сейчас будет меньше Сколько-то из них предадут Родину Я это чувствую Я думаю Ну статистика беспощадна Слушай а этого взяли Ученого 74 лет Как предал Родину Непонятно Не раскрывается механизм Не раскрывается Механизм Ну пишут что кому-то Какую-то страну надо Он передал эти сведения Алексей Борисович Здрасте Здрасте Доброе утро Как он предал Родину Как Как он предал Родину Спасибо Здрасте Сергей Леонидович Смотрите Вот когда Я допустим Публикую статью В иностранном журнале Да Я должен оформить Экспортное заключение И заключение По экспортному контролю Это две такие бумаги Которые подписываются Предприятии Которые дают тебе Как бы право Публиковать Эти статьи Ну там Какой-то первый отдел Какой-то есть Нет Это не первый отдел Первый отдел Сейчас Там Немножко более Это Это любая статья Которая идет Даже открытая И вот Должен быть Подразделение Человек Да Который подписывает Эти две бумаги Причем Стати Которые он подписывает Ну там Тебе приносят Разные сотрудники Они настолько Разношерстные И Когда ты читаешь Очень явно Не могу понять Какие сведения Относятся К неразрешенной Публикации А какие запрещенные Можно любое сведение Сказать Что оно составляет Государственную тайну Но Но читает Эти сведения Живой человек Читает Живой человек Я думаю Что даже половина Сведений Просто Половина статей Не читается Подмахивается Что называется Просто вот В темную А если там Работает Предатель Родина Вот этот Который разрешает Предатель Сергей Леонидович Я думаю Что сейчас Сведения Которые публикуются В печати Для того Чтобы Покопаться И найти Там Какие-то Закрытые Материалы Выше крыши В том же Даже интернете Сейчас Очень сложно Понять Что является Что может Составлять Государственный Там Я понимаю Спасибо Значит Слушайте Я думаю Как Правда истина Наша русская Правда истина Может утечь На запад Каким-то Мы должны Скрывать На самом деле Мы должны Все скрывать Все писать Наоборот Но как Она может Утечь на запад Первое Человек пишет Как справедливо Сказал Михаил Борисович Просто не понимая В какой момент Где Чертовая тайна Ну я не знаю Тайна Я сейчас скажу Какую-нибудь Вещь Информацию Абсолютно 841 На моем телефоне Я не уверен Правильно На моем телефоне Я сразу оговорился На моем телефоне 841 Не знаю Вдруг это тайна Сейчас посол Соединенных Штатов Быстренько И написал Вашингтон Кому след 841 Дарьян Понимаешь Мы же не знаем этого Тайна Не тайна Им интересно Не интересно Понимаешь В чем дело Мы не можем угадать Где чертова тайна А еще сидит дядька Который все это читает И ставит Разрешено Не разрешено Публиковать Но понимаешь Как он умный Он умный Он мог бы Что где когда Играть Абсолютно Он мог бы Выигрывать Любые конкурсы На телевидении Потому что он знает Вообще все Либо Либо он халтурщик Скотина Он просто Я тебе объясню Читает по диагонали Читает по диагонали Говорит Пошли вы нафиг Понимаешь Посадят один раз За миллион Так я 999 тысяч 999 раз Буду счастлив Вас не читать Идиоты Он просто Просто подписывает И все И весь разговор Так он может не подписывать Алло здравствуй Или наоборот Все заворачивать Нет нельзя Потому что Нашим учебным заведением Поставлена задача Здравствуйте Здравствуйте Сергей Это Вячеслав Да Вячеслав Ну я работаю Старшим научным сотрудником Российской академии наук Прошу вас С этими статьями История достаточно интересная Получилась у нас После того Как вот ввели систему Импакт фактора журналов Да И нас просто заставляют Понуждают В том то и дело В том то и дело В том то и дело Простите Импакт фактор там 8, 10, 15 Накрузили Для повышения рейтинга Русские журналы У них 0,7 0,5 А зарплату нам считают Именно вот это вот Повышение зарплаты О котором тут говорили ученым Именно из журналов Где-то публиковался С высоким импакт Абсолютно верно Потому что ставится задача Рейтинга Перед всеми И учеными И научными организациями И научными Учебными организациями Университетами Конечно Ставится задача рейтинга И по рейтингу Мы хромаем Ну уже сейчас поднимаемся А как достичь рейтинга Все публиковали Публиковали все Что можно и не лезть Так если Родину не продашь Как подняешь рейтинга Никак Ну вот и все А что его там обвиняют Бедного старичка Понимаешь меня А? Я хочу чтобы ты поняла Мне Я например Учебное заведение Сижу Когда-то понял Что гипотенуза Короче двух катетов Ну я Ну какой-то момент Мне открыли секрет Родины Секрет Знаешь что Правда была секретом Эй Ты понимаешь Что это был секрет? Да понимаю А почему ты понимаешь? Потому что вы сказали Что это секрет Секта пифагорейцев Ну я тебе скажу Математика была секретом В свое время Секта пифагорейцев Была сектой Ты просто не знаешь Это была секта Они однажды Убили человека Пифагор И его шайка Математиков Шайка математиков Разбойники Они убили человека Я сейчас говорю не шутя Они убили человека за что что тот сказал чужим не членам секты о значении числа 28 они считали число 28 священным внимание 28 он где-то на рынке покупал рыбу и сказал нам шепотом что и он убили убили парня реально все собрались математике и эти штангенциркулями его закололи я сказал понимаешь серьезно в ухо ему штангенцирку раз все мертвый то есть это было я узнал государственную тайну когда-то гипотенуза короче суммы катетов ну узнал узнал никому до сегодняшнего дня не говорил молчал но мне говорят скотина даренко ты рейтинг себе повысишь ли как а как ты должен публиковаться а как я буду зачем мне нет дорогой мой у тебя рейтинг никакой никакущий нулёвый ты это абсолютно отстой и хорошо давайте опубликую пишу куда-то в америку товарищи можно опубликуюсь гипотенуза короче суммы катетов они горят нифига себе они же не знали они публикуют мне говорят ты предатель родина здрасте в какой момент почему не аж заставили публиковаться но вы работаете я не хотел публиковаться я не хотел про гипотенузу я те ну и что гипотенуза то короче или нет я спрашиваю короче но ты не имеешь права об этом рассказывать но ты должен публиковаться потому что ты засранец без рейтинга здрасте ну как я где я вот здесь же у меня расстрельная ситуация я все время к стенке мне ставят я не могу так жить дайте мне что-то одно либо дайте чтобы гипотенуза была длиннее суммы катетов пусть будет длиннее скотина но ей что жалко либо дайте мне дайте мне шанс как-то ускользнуть от предательства родины все время я должен вы предать зачем это а вот сейчас мгу растет в рейтинге значит родину продают а вот здравствуйте здравствуйте доброе утро ведущей и нашему дорогому борцу против предательства демократии в россии сергей даренко что такое ну продолжайте же прошу вас этот пост прекрасный пост ну давайте давайте парочку расстреляем очень хорошо слышно вы не представляете степень которая вас хорошо слышно поклонская я уже говорил много раз поклонская чуть ли не единственный политик в государственной думе все остальные соглашатели одесса политик собирается может быть какую-то большую политическую карьеру миссионерский настроенная девушка миссионерский успокойтесь не надо заклевывать скажите пожалуйста вы понимаете что с госизменой какая-то ерунда получается или нет ученые рассказывают что их заставляют публиковать приходится черт бы я задрал публиковать приходится каким-то образом добиваться в западных и знаниях публикаций ты там должен публиковаться за там не будут публиковать если ты не предаешь родину а тут тебя за это посадят вот тебе вот тебе виллы ты должен либо придать родину либо иметь низкий рейтинг либо тебя посадят либо не посадят а у вас здравствуйте да здравствуйте скрипнула калитра здравствуйте владимир здравствуйте владимир да прошу вас имел значительный период своей жизни допуск секретных софсекретной особой важности информации публиковался но закрытых софсекретных так сказать изданиях такие были по крайней мере министерстве обороны значит два обстоятельства на которые хотел бы обратить внимание здесь есть такая такой подводный камень я думаю что существует на сегодняшний день тоже этот порядок есть такое понятие проверка на обобщенные данные обобщенные данные что это такое каждый отдельный факт сам по себе он не секрет ну к примеру смотрите у вас есть допуск да второй форме софсекретной информации что это означает вот если вы берете открываете отчет там какой-то да да и написано значит ракета оснащена двигателями мощностью там полторы тонны каждая это совершенно секретная информация если вы это кому-то расскажете то вас посадят теперь друг а сейчас вы сказали или нет у меня поймите сейчас в данный момент произошло произошло потому что нет конкретного типа ракеты еще спасибо спасибо мы спасены вот теперь дальше значит следующая информация есть отдельный факт двигатель 15 а88 обладает тяга полторы тонны но обладает секретно до чертю знает они вон на обычных ракетах летают так сказать на космических а не на военных да дальше в забайкале стоят ракеты типа 8w 25 хорошо ну стоят тоже наверное не очень большой секрет американцы знаю по договору следующий факт ракета 8w 25 на складе войской части хранятся двигатели 8w 25 ага а все вместе то это говорит о том что там стоят ракеты такого типа на которых установлен такой двигатель тюрьма можно я сдамся да да то есть я уже с вами уже все или еще и проверки такого рода всех вот рабочих тетрадей документов отчетах книг все что у тебя хранится там сейфе либо в рабочем чемодане в папке регулярно проверяйте чтобы у тебя не было обобщенных данных и на это можно слыть и на сегодняшний день как насколько я понимаю ну по так сказать отрывочным сведениям значительная часть разведданных которые получаются значит нашими разведчиками там на западе есть не здесь это просто-напросто обобщение отдельных фактов единую картинку которая дает полное понимание скажите а этого не может делать пока у меня вопрос владимир извините а это может делать для меня робот например если я заточу программу которая будет выцеживать выцеплять вот такие факты из гигантского массива информации минимум на 50 процентов он спокойно это будет делать потому что это выслеживается и более того ну если бы у меня был приятель да он свое время закончил переквалифицировался стал военным разведчиком работал на кубе в посольстве торговым представителем он ежемесячно отправлял центр отчеты о проделанной работе что он делал он 28 дней пил ром и закусывал это 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 а потом переписывал газеты да потом брал подписку газеты на месячную шоу выбирал оттуда так сказать заголовки статей этот сказал правительский деятель такой-то сказал вот такой нет это у меня воле было такое нормально источник сообщил они еще не говорили даже фамилия источник сообщил и переписывали газету и под это списывался под это списывался иском и ром потому что на встрече с источниками он и был на работу с источником конечно же деньги тоже важное обстоятельство я хотел обратить внимание что вот этот вот здесь скандал в королеве которым я достаточно долго провел времени на этих тоже объектах он произошел мгновенно сразу после задержания во вселенных штатах нашей так называемой разведчицы то есть это обраточка на самом а то есть этого старика за 29-летнюю девчонку взяли ну чего то надо было как-то ответить надо было взять его секретаршу мне кажется тут а владимир биологически неправильный обмен 74-летний мужчина никому не нужен в смысле биологическом а 29-летняя женщина очень перспективы надо было взять и выженная кадровая его по следующим шагам да хорошо спасибо большое счастливого счастлива а почему не цуркан цуркан тоже за цуркан взяли 29 сколько и цуркан разберу да выкашиваются таких вот у врага правильно правильно очень хорошо так и надо цуркан цуркан молодая мы сейчас посмотрим карина цуркан вики мне кажется интересно что может быть ее и брали и тогда биография просто не надо достать из всей биографии только нужно узнать когда наделась 74 с 4 она старшая ножки это какую-то кашу а все все же вода все равно все четверто сколько и 74 внимание не 90 7 молодая которая девяносчерно значит есть 44 тоже не это неравномерно это неравноправно это неправильный обмен поехали дальше я затрудняюсь с этими нам повезло ну извини я хотел все-таки предательство родины и в то образом продолжить я уже говорил однажды программе у меня был друг он сошел с ума около 30 лет до 30 мне кажется там у него алкоголизм сочетался с но в детстве когда мы были студентами а он боялся предать свою родину не было навязчиво ну маняка потом он сошел с ума окончательно вот но когда ему было 20 лет он боялся предать свою родину очень хорошо помню как мы не боялся потому что что-то знал не он ничего не за он он считал что он везде забыл договор о продаже отечества он все время просил официантов здесь все это не шучу сейчас послушаем я серьезно его звали женя не важно значит он мы мы были в сергиевом посаде тогда загорске и я впервые с этим столкнулся там мы зашли культурно выпить попросили бутылочку водки и два салата по 7 копеек из помидоров со сметаной такие были салаты они стоили 7 копеек помидор томаты томатный салат с помидоры со сметаной маленькой квадратной плошечки микроскопической назывался он как-нибудь весенний лучик на одежде значит мы попросили бутылочку водки значит но 05 и два салатика по 7 копеек нам показалось что это очень правильная закуска вот и мы ее выпили значит помидоры как раз кончились уже когда бутылка закончилась еще нет еще половина осталось но мы быстренько раз 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 доели все значит и хлеб даже хлеб давали тоже хлеб давали соль стояла на столе то есть дофига еды было дофига ну вот и мы уже пошли к станции сергию посада а это как золотое кольцо хрен пойми нужно не важно значит и вдруг она от станции начинает бежать он выше меня ростом слушали в 187 я 187 хотел похвастаться значит а он выше 192 какой-то такой высоченный парень и он начинает бежать 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 назад значит я за ним кричу ему эй алё и но я иду таким быстрым шагом он бежит и умерет в ресторан и когда я вхожу как я опаздываю немножко там на сколько-то минут я позже прихожу на где мы были значит и я вижу что он сдирает за на эти скатерти зерой скатерть натурально до народу почти никого абсолютно так там какие-то и там мужчины официанты они смотрят на него ошалело а он сдирает скатерти я вижу же а что такое я забыл где-то забыл я положил под скатерть или где-то я забыл договор о продаже отечества я успокойся пожалуйста никакого договора о продаже отечества не составлял ты дурак ты не знаешь у меня был с собой договор о продаже отечества его забыл шал шальной с полбутылки водки клянусь боже мой был вообще студенту полбутылки водки на минуточку я хочу обратить внимание что это 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 просто как все равно что крошечная рюмочка это как крошечная рюмочка микроскопическая то есть вообще не о чем говорить но чувака сносила начисто это договор потом говорит надо вскрыть линолеум этим говорит надо скрыть и тут тут они вызвали какого-то врача мажордома там своего мажордома который я думаю что как раз и был уже попал в чине полковника нужно вскрыть линолеум и и мусса доверительно сообщил почему тут горит мы можем ломать ресторан нет но тут договор о продаже отечества а тот ну на полковник а кто продал отечество же не горит я вот а тот горит а когда вы продали мы здесь сидели что-то пошушукали с вами на глядите вон отсюда просто быстро и же не горит значит все они значит они отправили на лубянку значит они отправлены и так это первый раз был а потом впоследствии же не всегда искал договор о продаже отечества вот сколько я с ним пил уже где договора продать здесь я думаю этот психоз он может передаться и мне вот так потихонечку немедленно полечу в испанию найти договор о продаже отечество ну правда будете выскать долго да 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 движение подъем движение хочу похвалить машину значит добрые люди с вольво во первых что должен сказать про вольво вольво очень товарищеские люди товарищеские люди узнав о том что двигаюсь в испании они с с огромным с огромным товарищеским чувством вот это важно отличает марку ну серьезно что есть марки снобистки есть марки в гробу видали и так далее есть марки наконец товарищеские и вот вольво даже по персоналу это очень товарищеские люди в духе компании я бы сказал они дали мне машину они дали мне машину на две недели на которой я ездил очень много каждый день точно по серпантину мы жили на пляже у нас ближайший магазин был там наверху я по серпантину чесал будь здоров после росада значит хорошо и после розового буквально воды купить негде ну и тогда хорошо машина была в 90 гигантское огромная машина в 90 вольво место там сзади просто можно сказать там сидеть сзади еще и футбол играть еще и сказать там человек может прилечь поспать но вот этот вот сам как-то под кардан выступ он большой поэтому поспать наверно неудобно значит когда я попросил для детей бустеры они просто прикоснулись к креслам и что-то начало летать тудым-сюдым и бустеры для детей сами возникли прямо из кресла вольво то есть ничего не надо ставить никаких бустеров никаких ничего здорово это просто потрясающе это просто потрясающе движок дизель 2 литра который отжимает там триста двадцать лошадей что конечно многовато ну с двух литров брать по сто шестьдесят литра конечно многовато но мы ведь не покупаем теперь машины на 20 лет ему на 20 лет покупали я бы сказал да но когда конечно отжим все-таки по по шестьдесят лошадей с литра ты думаешь про качество топлива потому что если топливо ужасное то 160 лошадей с литра это конечно нельзя пленочку нефтяную служа заливать туда нет нужен приличное топливо мне кажется такая вольво с такой с таким форсированным двигателем дизельным годится конечно скорее все-таки для москвы то что где-нибудь там в сайбире я бы не стал ее покупать ты не знаешь качество топлива понимаешь тачка чудо я вообще в восторге суши давай я в следующем обзоре что-нибудь про нее еще скажу новости внимание внимание говорит москва девяносто четыре и восемь 9 часов столица в студии с новостями евгения волгина здравствуйте перевернувшиеся под астраханье лодка с детьми оказалась угнанной предположительно управлявший речным судном 27-летний мозга рассанов находился в состоянии наркотического опьянения по сообщению рентв мужчина отвязал чужую лодку посадил в нее детей повез на другой берег по какой причине судно перевернулось пока неизвестно среди возможных причин рассматривается нарушение правил безопасности дети могли раскачивать лодку чп произошло накануне вечером на реке бузан в астраханской области по данным мчс лодка перевернулась в 15 метрах от берега погибли трое детей возбуждено уголовное дело кремль обяжет регионы реагировать на недовольство жителей в соцсетях власти инициировали запуск программы отслеживания ответов чиновников на местах на жалобы граждан в интернете по данным источников рбк систему разработала медиалоги к 2019 году ее распространят по всей россии программа по ключевым словам будет мониторить вконтакте фейсбук инстаграм твиттер и одноклассники результаты попадут к администратору который должен будет отсортировать их по профилям на уровне региональных министерств или муниципалитетов затем местные власти обязаны в течение суток отреагировать на жалобу самолет с главой мвф на борту экстренно сел в буэнос-айресе кристин лагард летела из аргентины в сша вскоре после вылета из аэропорта капитан воздушного судна доложил о неисправностях и принял решение вернуться в буэнос-айрес посадка прошла штатно никто не пострадал об этом сообщает местная газета калорин со ссылкой на источники глава международного валютного фонда кристин лагард принимала участие во встрече министров финансов и глав центральных банков g20 в аргентинской столице в сша скончался получивший пулицеровскую премию ресторанный критик джонатан голд он умер в возрасте 57 лет от рака поджелудочной железы в одной из больниц лос-анджелеса престижную пулицеровскую премию обозреватель получил в 2007 году он печатался в двух газетах la weekly и лос-анджелес таймс где был главным критиком с 2012 года нью-йорк таймс в некрологии отмечает что джонатан голд в отличие от других коллег критиков писал как о знаменитых так и никому неизвестных шеф-поварах и небольших семейных ресторанах самаре украли трехтонную пирамиду позора конструкцию с надписью здесь живет должник установили коммунальщики которые добивались погашения долгов за жкх за три месяца пирамиду устанавливали по 17 адресам чтобы воздействовать на владельцев домов недавно с последнего адреса неплательщика конструкция исчезла сообщает газета аргументы и факты начале июля национальное бюро кредитных историй опубликовала данные согласно которым граждане россии задолжали за услуги жкх 1 миллиард 350 миллионов рублей в завершении выпуска о валюте доллар 63 49 евро 73 93 и о погоде по данным гесметио в москве сейчас 19 градусов в течение дня пасмурно временами дожди воздух прогреется до плюс 24 на этом пока все евгения волгина говорит москва внимание внимание москва говорит москва говорит москва 94 и 8 реклама россия всегда была известна своими великими спортсменами спорт развивает волю силу помогает достигать поставленных целей спорт это неотъемлемая часть жизни здорового человека организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессом перегрузкам и атакам вирусов благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет повышаете работоспособность и делайте вклад не только в свое здоровье но и в здоровье всей нации привет я станислав кучер главный редактор проекта сноб сноб это уникальная площадка для дискуссии о лучшем будущем для россии и мира пространство объединяющие ярких интеллектуалов живущих в парадигме хочешь перемен завтра стань этими переменами сегодня сообщество которое открывает стране и миру новых героев помогает людям найти себя в стремительно меняющейся реальности если вам близки наши цели welcome присоединяйтесь к дискуссиям на сайте высказывайте свою точку зрения наравне с ведущими журналистами посещайте главные события москвы участвуйте во встречах клуба узнать подробности и вступить в клуб можно на сайте snob.ru для аудитории старше 18 лет телефон рекламной службы 737-8747 код 495 6.30 утра 6.30 утра Время начинать движение Моторы Так говорит Москва По будням после 6.30 Слушать, думать, знать Правильные глаголы 94,8 Говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет Сережа пастушок Поиграет Поиграет Ранья дров Сережа Серебрина Рожак Девять часов шесть минут Понедельник 23 июля Здравствуй, великий город Здравствуйте все Это Радио Говорит Москва Говорит Москва Эльвира Хасаншина Ведущая этой программы Видишь, когда я рычать научился в Испании Когда ты побываешь в Испании Привык, учащаешь, сильнее рычать Нас не любят Вот это интересная фигня Потому что рано или поздно Нас не любят Нас не любят Это интересная фигня Это как-то неожиданно сейчас Это горько Влилось Я якобы Почему? Кто? Как, посмели? Да все Вот, я хотел сказать, что Я думала только мы Меня один, 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 один человек Полюбил Он сказал такую фразу Этих Больше миллиарда Он имел ввиду одно из ответвлений Аврамических религий Их больше миллиарда Их всех уничтожит Путин Он сказал мне Это был таксист Вот этот сразу похвалился Почему? Я не знаю Почему он должен уничтожить Я сказал, что этих 13% В Российской Федерации И никто их не собирается уничтожать Наоборот, мы их любим Это наши братья Сограждане И так далее, и так далее Но моя речь Вызвала у него Такую смешку Типа Ага Типа Плети, дурак Ага Ага Вот Значит, ну правда тебе говорю Вот Все остальные нас не любят Нас не любят Как бы вот классически То есть Для начала Ты начинаешь разговаривать Тебе рано или поздно Через какое-то время Спрашивают откуда Да Ну ты говоришь Я Ну а москвичи не говорят Из России Кстати Ты знаешь, да? Москвичи всегда говорят Из Москвы То есть это не имеет значения Где-то Это в Турции В Кении В Кении Where from From Moscow Значит Всегда из Москвы Всегда из Москвы Москвичи всегда говорят Из Москвы Это очень интересно На самом деле Какой-то культурологический Мне кажется Очень даже правильно Ну вот как бы Все равно Они не говорят Из России Потому что они говорят Из Москвы Они считают На самом деле Москвичи За границей Считают Что более определяющее Слово Москва Чем Россия Во-первых Оно более определяющее Во-вторых Мне очень хочется Видимо Ассоциироваться С большой Россией Ну вот интересно Это всегда так было И в 90-е И в нулевые Так было всегда Так было всегда Москвич всегда говорит Что он из Москвы Все Потому что он как бы Говорит Ну подразумевается Где Москва Это очевидно Но важно Что ты из Москвы А не из колхоза Имени 22-го партсъезда Да? То есть это Это принципиально важно Для москвичей Дэмошку Я говорю Дэмошку И взгляд Как бы сразу Всем делается неловко Вот я тебе говорю Сейчас Серьезно говорю Ну как это Делается неловко То есть люди как бы Как будто вы сказали Что это неприлично Ну не неприлично А не знаешь Что делать Ну понимаешь Вот как бы С этим фруктом Да Ты почему Ты с ними говоришь Говоришь Там одни люди Уступили нам в столик Уступили в столик Как-то там Они сидели Втроем За Втроем Сидели за столиком За двумя столиками Как бы Сидели втроем И Там официант Чумовой чувак Я с ним подружился Тоже Что кстати на него Тоже произвело Плохое впечатление Что из Москвы Но мы потом Подружились В результате И все Ну на ты Там Серхио Луис Все Значит Я говорю Луис Знаю Попросим А он знает Этих людей И мы их пересадили Короче Как-то сделали Забрали себе столик Один Вот И они Ну потом Мы с ними разговаривали Долго и весело После чего Они меня спросили Откуда я Я сказал Из Москвы И они как-то Стушили И смех притих Смех притих Абсолютно Они как бы Стушевались То есть Как бы неловко Что ты из Москвы Это как бы немножко Ну это странно Они выглядят Вот это вот Тополем Нацеленный Где-то рядышком Абсолютно Непонятно Как продолжать Разговор Понимаешь Непонятно Как продолжать Разговор Вот это Вот это Удивительная Удивительная фигня Которая Сопровождает Меня В моих поездках С 14-го года В 14-м году Я припарковался В 14-м году Я припарковался На Около Санте-Моники Там рядом С Бланосом И Мне помог Чувак припарковаться Показал место Хорошее Потом оказалось Что он румын И который там Работает парковщиком И он Вы откуда Я говорю Из Москвы Он начал Просто на меня орать Орать Вы сбили самолет Начал орать Просто как зверь Какой-то Или в 15-м В 15-м Значит Начал кричать Я с ним Долго сидел Рисовал схему Испанского диспетчера Фальшивого Приводил ему В пример Значит Еще что-то Врал В общем Стрекором Думаю Проколит колеса Пока меня нет Меня напляшете Вот Значит Я что-то его убедил Короче Румына Что какое-то время Прокалывать мне колеса Не надо Но Сейчас я Продолжаю чувствовать Холод В отношении Холод Холод Неприязнь И Неловкость А неловкость Вызвана тем Что они как бы Беседуют с нами Они как бы Довольны нами Как личностями Но на нас Какое-то клеймо Да И вот это клеймо И он Спросил меня Я сказала Моя бабушка Очень любит Путина В ответ ему На этот вопрос Он сказал Моя бабушка Очень любит Берлускони Слушай Значит Смысл в чем Нет Меня так Спрашивают Таксисты Я вращаюсь Можно мне похвастаться Перед тобой Я вращаюсь в кругах Существенно Интеллигентнее Чем И так далее То есть они конечно Не задают такие Привые вопросы Они просто Они просто Помятые Как-то И не хотят Продолжать беседу Но потом Потихонечку Лед проламывается Идеально Все перевернуть В шутку Вот знаете Сыграть Ха-ха-ха Я из Москвы Ха-ха-ха И они такие А где шутка В какой момент Была шутка Нет В любой какой-то момент Когда вас что-то спросили Следующий После этого вопроса Когда возникла неловкость Как-то так вот Повернуть Чтобы это было смешно Я дурак Надо сказать Я дурак Снимется Помните что Через негатив Как-то уйти Не знаю Ладно Поехали дальше Режиссер Режиссер Стражей Галактики Уволен За дурацкие шутки В Твиттере На самом деле Проблема Не в том Что Он уволен Это хорошо Безусловно Я Поддерживаю Но компания Уолт Дисней Прекратила контакты С режиссером Джеймсом Ганном Который снимал Стража Галактики Из-за комментариев Которые он В одиннадцатом году В восьмом Тире одиннадцатом году Размещал Я сейчас начинаю С ужасом думать Что я может быть Тоже что-нибудь Размещал В одиннадцатом году Я не знаю Что я размещал В одиннадцатом году Я не знаю Честное слово А если там были Еще и фотографии Нет фотографии не было Нет Нет Я все время Порываюсь Опубликовать свой пенис Но нет Такого нет Я не делал Нет Серьезно говорю Любой мужчина Непрерывно хочет Опубликовать свой пенис Это в принципе Затаенное желание Любого мужчины Клянусь Ты просто не понимаешь этого Любой мужчина Этого хочет Когда женщина Хочет публично Пройтись голой Любая женщина Причем Абсолютно любая Она хочет себя Экзибировать Показать себя В действительности Ну согласна Ну конечно согласна Конечно согласна Боже Как ей стыдно стал Вот тот Вот вот Любая женщина Хочет показать себя голой Любой мужчина Хочет опубликовать Свой пенис Потому что Себя голову Не обязательно Ну вот, а и так далее. Значит, тем не менее, про что я сейчас говорю? Может быть, я не публиковал точно. Я точно не публиковал. Точно ли я не публиковал? Публиковал я или не публиковал? Публиковал я или не публиковал? Надо проверить. Хорошо, слушай, значит, меня здесь настораживает, что они идут задним числом. То есть молох правды, молох хорошей реформы, молох уважения, уважения к меньшинствам, уважения к женщинам, уважения к слабым, вообще уважения к уязвимым. Уязвимых надо уважать, понятно, да? Это очевидно. Это очевидно для приличных людей. И в 18-м году это сейчас воздвигается на пятистал, и правильно, и справедливо, и я за это. Надо уважать уязвимых людей, в любом смысле уязвимых. Значит, и о них заботиться, об уязвимых заботиться. Если мы люди, правильно, мы не звери. Значит, но нельзя же задним числом. Вот задним числом трудновато. Можно. Я могу за себя поручиться, я могу за себя поручиться примерно с 82-го года. Ни одной похабной шутки с 82-го года. Пожалуйста. Но может они найдут что-то в 76-м. Откуда я знаю? Нет, в 76-м тоже не было. Нет, в 76-м могу поручиться. Не может, они найдут в 67-м что-нибудь ужасное. Что он тебе сказал что-нибудь ужасное. Я не знаю. Вот это ужасно. Понимаешь, молох правды и правильной реформы начинает пожирать людей. Он начинает задним числом выискивать в тебе что-то. Ну, это вот тот самый маленький, которым вы говорили. Это вещи, за которые я не должен отвечать. Я подхватил в советской армии грибок, но я не должен за это отвечать сегодня. И советская армия не должна отвечать. А в Америке, получается, что должна. 7373948. Правда. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вот, да, про ассоциацию себя с городом и страной? Можно? Прошу вас. Да. Вообще, вот я лично езжу часто очень в одну европейскую страну, Германию. Да. И вы знаете, когда, ну, вот где-то на улице знакомишься, ну, не на улице, но просто вот там разговорился, там все такое, и потом, когда, просто откуда вы, я говорю вот таким, знаете, демоническим, примерно, как вы, вот это, когда подъем, говорите. Да, да, да. Я говорю, из Москвы. Но вообще, вот никакого, там никто, бить, кричать, потухать, смех, такого нет вообще. В Испании есть. Я сегодня, я прилетел только что, я вам говорю, что это есть. Ну, летайте в Германию, вот, это первое. Второе, вы знаете, я, значит, насчет, вот, что я из Москвы там, или из России, у меня есть такой странный пример, у меня есть приятель хороший, раньше работали вместе, вот, он из Сибири, вообще я сам когда-то из Сибири был. Что вы говорите, из какого места? Что оказывается, что мы... Я из Омска был. Ну, вы понимаете, вы понимаете, что я тоже из Омска? Да. Ну, вы же из, там, Преамурия что-то. Секундочку, секундочку, секундочку. Секундочку. Я жил на заводе Полет, я жил в Чкаловском, я жил на улице Пархоменко. Вы в Омск знаете? Да. Ну, на полете я жил. А, ух ты. Слушайте, ну, это не самый центр, Сергей. Ну, что? Ну, что, нет, не надо меня унижать, зато я сейчас живу в центре. Я жил в океане. Три девятиэтажки, это прямо там самый-самый центр. Ну, все. Мы прыгали из окна первое сажа и шли купаться. Так вот. Да. А парень, приятель, он из, по-моему, был из Подтомска, там, вот этот городок есть. Вот. Да. Так у него, у него две раздельные, вот есть Россия, то есть это вы все, вот ты все. Ну, мы, я, вы, там, вот, Урал, там, Пермь, там, Москва. Да. А есть Сибирь. Сибирь. Причем, да, причем я говорю, Сережа, 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 говорю, что ты говоришь, ну, вот это же Россия, причем у меня там мама до сих пор работает, она так не говорит, ну, она живет, работает в Омске, вот, а парень этот, он, вот Сибирь, вот вы, вы это Россия, а мы Сибирь это другое. Нет, слушай, ну, я же рассказывал неоднократно же этот случай, как я оставил своего оператора в Париже и учил его по-французски как позавтракать. Вы не помните эту историю? Нет. Слушайте, я оставил оператора, он не говорит ни на английском, ни на каком, вообще ни полуслова, вообще, только хэллоу, значит, хэллоу и все, все, больше ничего. Ну вот, и на фэ, слово на фэ. Я говорю, не надо, здесь Франция, здесь ты должен говорить по-французски, я тебя научу, я тебя научу. Я говорю, утром выходишь в коридор и начинаешь нюхать, идешь, ну, нюхаешь, где-то круассанами пахнет, идешь туда, где пахнет круассанами, спокойно, потому что завтрак оплачен. Берешь и жрешь, я говорю, если к тебе подходят со словами, какими, то неважно, говоришь, я русский, и продолжаешь жрать, я говорю, продолжаешь жрать, спокойно, ну, мне кажется, это многое объясняет. Вот, я говорю, дальше, если они продолжают вырывать у тебя пончики или, ну, как-то тебя двигать пытаются, ну, как, ты знаешь, говори такую фразу, Россия, сибирская страна, Россия, сибирская, Россия, сибирская, я говорю, это, это, тогда продолжаешь жрать опять, я говорю, все отстанут, все отстанут. Если вызывают полицию, и ты слышишь, полис, полис, тогда, говорю, вставай, обвини, обведи с поволокой, взглядом с поволокой, обведи это место и скажи, и скажи, здесь пахнет, здесь пахнет говном, и уходи, и все. Сергей, а вот такой тест, тест, вот я хочу проверить, это вы или нет, вот сейчас прям, совсем простой тест, вот скажите мне, что такое виходка? Как виходка мочалка у нас была в свою сроду, сроду была. Ура! Сроду. Но вы знаете, что виходке нет в Центральной России. Да пошли, а не нафиг, это Центральная Россия, это клака, это клака. Можно я вам скажу про Центральную Россию? Можно я вам скажу про Центральную Россию? Это клака и хидны, это клака и хидны. И люди здесь, господи, мне стыдно. Это мы уже, мы уже с вами уже. Черт, правда. Нет, гусиси, тумпи, си бихау. Все, я здесь, я здесь твердо. Скажи, Хасанш, скажет, так или не так? Говорит, да, говорит, нет. Так, 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 так. Сереж, ты гений. Сереж, я просто пруся от тебя. Вот, пожалуйста. Что я говорил? Поехали дальше. Да, Волт Дисней прекратил контакты. Давайте продолжим дальше. Значит, я хотел сказать про кубинских коммунистов. Два слова про кубинских коммунистов. А? Ну, давайте. Самые... Слушай, я работал с кубинцами, я знаком с кубинцами. Я не был на Кубе, ну, в смысле, был там на пересадках, но я не выходил в город никогда. Я был в аэропорту Куба, Лавана. Но я никогда не был на Кубе в том смысле, в каком... Чтобы выйти в город никогда в жизни. Значит, я очень много знал кубинцев. Самые мочистые сексисты на свете. Да? Самые. Самые. Ну, если сравнивать еще и с Латинской Америкой. Ну, конечно. Да? Самые сексисты. Ну, конечно. Ну, конечно. Значит, на самом деле, самые сексисты. Потому что все латиноамериканцы полностью повернуты на сексизме. Значит, но эти самые. Значит, они сейчас подумают о том, чтобы разрешить заключение однополых браков. Вот тебе, пожалуйста. Падет последняя цитадель. Падает последняя цитадель сексизма. Мы рядом с кубинцами просто отдыхаем по сексизму. Понятно, да? Мы совершенно непонятные существа рядом с ними. Бесполые даже существа, я бы сказал. Рядом с кубинцами и кубинками. Что тоже важно. Значит, они будут определять в новой конституции, они сейчас рассматривают, брак не как союз между мужчиной и женщиной, а как союз между двумя людьми. Неважно, какими людьми. Двое людей заключает союз. Точка. Это новая конституция. Оказывается, в Лазинской Америке уже однополые браки разрешены. В Аргентине, Бразилии, Колумбии, Уругвайе. И в некоторых штатах Мексики, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Уругвайе и будет разрешены на Кубе однополые браки тоже. Вот это падает последняя цитадель. Россия, на мой взгляд, это такое маленькое, нелепое подражание. В этом вопросе. Маленькое, нелепое подражание Кубе. Не знаю. Мне кажется, это дело не в сексизме, а в том, что вообще люди, живущие в таких южных, не знаю, тропических, вообще теплых местах. Любят трогать друг друга руками. Любят в принципе, понимаете? Прикосаться. Любят прикосновения. Любят вот это все телесное наслаждение. Можно вопрос? Можно вопрос? Телесное наслаждение. Ты говоришь об этом мечтательно. Скажи, пожалуйста. Она у нее сейчас закатила глаза. Сейчас было такое. Слушай. Это было ироничное закатывание. А, это было ироничное закатывание. Слушай, значит, я хочу сказать. А если бы тебе предложили, вот русских предложили, просто прогноз. Пенсионная реформа или гей-браки? вот что бы вы хотели, давайте проголосуем, надо провести телефонное голосование, если бы, что разрешить, вам право голосовать, голосование, тупо голосовали, вам говорят, вы можете, вы должны сделать что-то одно, либо пенсионную реформу, либо гей-браки, что бы вы выбрали, либо пенсионную реформу, либо гей-браки, 134.27.35, пенсионную реформу, потому что она хорошая, разумная, вы знаете, я ее все время хвалю, либо гей-браки, 134-27-36, проголосуйте, пожалуйста. Что-то одно, разрешено вам только одно, вы должны предпочесть пенсионную реформу провести, пенсионную реформу, разрешить или разрешить гей-браки. 134, пенсионная реформа против гей-браков, товарищи. 134-27-35, пенсионная реформа, которая, как вы знаете, она абсолютно необходима, это способствует здоровью, укреплению многолетия, долголетия, еще чего-то, я забыл сейчас, ну, дофига всего. Значит, либо разрешить гей-браки, либо провести пенсионную реформу, 134-27-35, либо разрешить гей-браки, 134-27-36. Пожалуйста, 33 на 67, у меня сразу 200 человек, пожалуйста, это очень быстро. Очень быстро, мы голосуем 30 секунд, как вы обратили внимание. 30 секунд, сразу у меня было 33 на 67, сейчас 32 на 68. 32 на 68, мы летим к четвертой сотне, мы еще не дошли до минуты, ну, сейчас, секундочку, будет минута, сейчас я подожду. Пылесос предлагает пенсионную реформу для Киева. Все, нет, нет, третий номер легализации наркотиков. Я останавливаю. Секундочку, если бы вам предложили выбрать, секундочку, это очень важно, послушайте меня. Если бы вам предложили выбрать только одно, можно только одно сделать. Либо провести пенсионную реформу, либо разрешить гей-браки. Вы бы что предпочли, чтобы в России состоялось? Пенсионная реформа 32%, 68% за гей-браки в этом случае. Ну, то есть, когда гей-браки, но не будет пенсионной реформы. 68%, 68%. Товарищи, вы латентные! Велатентные? Да, вы латентные! Товарищи, а где ваша принципиальность? А где? Ваша принципиальность где? Вы что, товарищи? Алло, здравствуйте. Они же засовывают эту штучку... Бенузъезд, да, из твоего века. Я думаю, что это тенденция необратимая. Поэтому пусть женятся кто на кого хотят. Главное, чтобы... Да. ...пыльные будущие. Ну, как же так? Это же... Мы должны проконтролировать, мне кажется, нет? Проконтролировать, все проконтролировать. В России просто кошмар. Ходишь на улице, даже боишься с кем-то подшаться. Да. Нет, ладно. Мнительность, высокая мнительность. Что такое? Нет, а, я не выключил. Я не выключил телефон. Сейчас я теперь выключил, и тогда я смогу включить. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, это Виктор, 26-й, благословитель. Да, здрасте, здрасте. Здрасте. А я за бабушек. Понимаете? Я думаю, на перспективу. Да. Будут бабушки на худой конец, елки-палки, хоть посмотрят за детьми, а от этих, ну, нуль. А вообще так, мое личное мнение, кто вот этот вот пропагандирует с ним, Сергей Леонидович, можно чайку попить? Спасибо. Мне кажется, этот чай будет не очень приятного. Не понял. Я не понял фразу. Я так понимаю, он хочет попить чайка с гей-активистами. Хочет попить чайка. Да, сейчас я сделаю так вот. Чайку, чайку, чайку парциальной. Чайку. Чайку. Парциальный падеж. Парциальный падеж. Ты знаешь, что существование парциального падежа? Да. Снежку, подбросила снежку, намело снегу. В итальянском есть такой же. Парциальный падеж? Угу. Да ладно. Ну, там артикль идет, знаете, вот этот вот их определенный, неопределенный, он меняется. Ну, в общем, это тонкости. Ах, это тонкости. Там сахару. Дайте мне, пожалуйста, чаю. Сахарку. Да, да, да. Да, да, да. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Давайте, еще два слова. Еще два слова. У нас остается три минуты, мы не можем. А вот здравствуйте, слушаю вас. Слушаю вас. Доброе утро. Здрасте. Три-четыре года мне, я хотел всем напомнить, что мы народ еще вроде как, и хотел всем сказать, чтобы они не переживали по поводу первого и второго, ни пенсионной реформы, ни все остальное. Я вот планирую сейчас, как Путин будет завершать. А на самом деле, можно сказать? А на самом деле будет и то, и то. Только с разницей во времени. И то, и то. Да, но я планирую побороться. Вот сейчас годика за два до путинского ухода, вот к сорока будет, я уже буду очень агрессивен. Я начну заниматься, так сказать, политическими вопросами, и буду людей агитировать. Потому что это ваше, которое сейчас существует, мне не устраивает. Я понимаю. Спасибо большое. Надо побороться. Мы народ, народ, пусть все слышат. Народ, понимаете, в чем это народ? Мы гражданское общество или нет? Вот в чем вопрос, на самом деле. Мы не говно, мы народ. И я хочу это доказать. Нет, давайте, давайте. У нас не ругается теперь в программе. Новшество. В программе оно новшество. Прекрасно. Да, спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Слушайте, ну еще я хотел сказать. Льготы хотят привязать к биологическому возрасту. Наконец-то. Трезвая мысль. Наконец-то я абсолютно благодарен. Я абсолютно благодарен Александру Сидякину. Александр Сидякин. Человек, который меня в сущности услышал. Я говорил об этом два-три месяца назад. Вообще все пенсии, вообще все льготы, вообще все надо привязать к биологическому возрасту. Понимаешь? Ну, в смысле? Ну, давайте. Давайте. Очень просто. Раскройте мысль. Ну, просто. Мысль очень простая. Ты, например, сколько раз можешь подтянуться на брусьях? Не на брусьях, а на переквине. Сколько? На брусьях. Ноль. Зеро. Пора тебе на пенсию. Понимаешь? Да. То есть надо... Нет, я сейчас объясню. А что? На самом деле, на самом деле, ухаживать надо за уязвимыми. Я уже говорил эту мысль сегодня и повторяю ее. Ухаживать надо за уязвимыми. Сидит бычара. Ему там 63 года, например. 65 лет. 66 лет. Бычара огромный. Огромный. Абсолютно. Значит, скотина. Ну, я в хорошем смысле. За что ему дают пенсию? Объясните мне, пожалуйста. За что? Он одним кулаком убьет пять человек этих хипстеров. Пять хипстеров убьет одним кулаком. За что? Почему не хипстерам дают пенсию? Они же слабее его. Надо биологически оценивать. Пенсия, это вообще должно быть индивидуально. Мы уже живем в информационной эру. Можно оценить буквально персонально. Персонально. Если ты копишься на пенсию, это твой вопрос. Твой. А если ты идешь к государству, то извини, покажи, что у тебя болит. Скажи, у тебя селезенка хорошая? Хорошая. Печень хорошая? Хорошая. Что ты сюда пришла? Пошла вон отсюда. Все. Весь разговор. Правильно? Что ты пришла? Ну-ка, подтянись. Ну-ка, ну-ка, присядь. Не могу. Не могу. Ага, пенсия. Тогда пенсия. То есть нужно индивидуально подходить. И правильно Сидякин говорит. Поехали. Внимание, внимание. Говорит Москва. Москва. Девяносто четыре и восемь. Девять тридцать в столице в студии с новостями. Евгения Волгина. Здравствуйте. Роскосмос не принимал кадровых решений по руководству НИИ МАШ из-за обысков. Накануне сотрудник Института машиностроения обвинили в передаче секретных данных стране НАТО. Фигурантом дела о госизмене стал 74-летний Виктор Кудрявцев. По данным источника коммерсанта в правоохранительных органах, Кудрявцеву предъявлено обвинение в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов. При этом собеседник издания добавил, что впоследствии эти сведения предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса. Сам Кудрявцев обвинение по сведениям газеты не признает. В Роскосмосе факт ареста инженера подтвердили и отметили, что вопросы о структурных изменениях в институте могут рассмотреть завтра, передает РИА Новости. В Хабаровске завели дело после ДТП с машиной, сбившей семью с ребенком. Водитель легкового автомобиля, находясь в нетрезвом состоянии, выехал на тротуар, где шли люди. Под машину попали три человека – муж, женой и их ребенок. Глава семьи скончался до приезда скорой помощи, остальных госпитализировали. Ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Мать после осмотра отпустили. Виновника ДТП поместили в изолятор. Ему грозит семь лет лишения свободы. Об этом РИА Новости сообщили в управлении МВД по Хабаровскому краю. Япония заявила протест России из-за конфискации телефонов у делегации на Курилах. Ввоз спутниковых аппаратов возможен только по разрешению госсвязнадзора. Токио считает Южные Курилы собственной территорией, а применение российских законов на этих островах не признают. Агентство Киода в этой связи опубликовало заявление японского МИДа, где сказано, что законодательство Российской Федерации на Южных Курилах, цитирую, противоречит правовой позиции Японии. Ранее 70 японцев побывали на Итурупе и Кунашире по безвизовому обмену. Посетив могилы предков, граждане Японии вернулись на Хоккайдо. Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке желтой лихорадки в Бразилии. Уже подтвердилось более тысячи случаев заболевания. В течение года скончались 415 человек, что значительно превышает уровень прошлого сезона. Во Всемирной организации здравоохранения уточняют, что наиболее сложная ситуация сложилась в юго-восточном регионе страны. В штате Минос-Жерайс зарегистрировано 520 случаев, в Сан-Паулу 516, в Рио-де-Жанейро 223. На Кубе решили легализовать однополые браки. Депутаты подготовили новый проект Конституции, где брак определяется как союз между двумя людьми, без указания пола. В нынешней редакции прописано, что это союз между мужчиной и женщиной. Секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста отметил, что гей-браки легализованы более чем в 20 странах, в том числе в ряде государств Латинской Америки, несмотря на протесты церкви. После одобрения проекта Конституции документ вынесут на всеобщий референдум. В завершении выпуска о валюте доллар 63.49, евро 73.93. И о погоде. По данным Гесметио в Москве сейчас плюс 19 градусов. В течение всего дня пасмурно, временами дожди воздух прогреется до 24 градусов. На этом пока все. Евгения Волгина. Говорит Москва. Говорит Москва. Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. В этот понедельник после 10 часов. Экономист Михаил Хазин. Цезарь, крестовые походы, бородино. Все это – парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. По субботам после 12 часов. Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он – шарлатан. В ярком и популярном формате мы обсуждаем научные и околонаучные мифы, знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. Когда найдут лекарство от рака, изобретут искусственный интеллект и сумеют разгадать феномен компьютерных игр. Все это и многое другое в программе «Ученый свет». Каждую субботу после 14 часов. «Ученый свет-свет». Говорит Москва. Доллар 63.36, евро 74.29, 72.91 по нефти. Вы знаете, что мы все время прогуливались под 8-10, когда я уходил в отпуск. Вы сейчас видите, что натворили. Смотрите, что вам даешь в руки, смотрите, хорошую вещь. Нефть – хорошая вещь. Ну, так вот здесь разобраться. Во что вы ее превратили? Я там в Испании заправлялся постоянно. У меня был по евро 22. Я заправлял дизелечек по евро 22, потому что у меня была «Вольво» и очень хорошая, и так далее. Давай про «Вольво» быстро расскажу. Я расскажу, потому что я пытаюсь придраться. Значит, салон V90. Мне дали V90. Это был тест-драйв. V90 – новейшая, блестящая вся, красивая. Во-первых, дизайн. Дизайн обалденный. Колеса 20 дюймов, но кажутся как будто 23. И, честное слово, они кажутся огромными. Колеса, я так очень мужественные. Значит, помещается в нее все, а я думаю, что в нее можно так вот, если хорошенечко попробовать посадить человек 15, а трупами, наверное, человек 30 можно перевести. Ну, если расчлененочкой. Вот. Правда, она огромная, огромная, огромная. Просто невероятная. Сзади, когда сидишь, там можно, правда, сказать, там играть в футбол и пинать, и что хочешь, мяч. Место до черта. Потом сиденья-трансформеры складываются в детские бустеры и во все, что хочешь остальное. То есть там дети, это самый совершеннейший был цирк. Там столики и все такое. Очень удобно. Я думаю, что у меня была максимальная комплектация. У меня Вольво была еще, выводила, как в БМВ, на стекло этот самый, данные о скорости, данные о знаках, данные о разрешенной скорости, данные даже о радарах. Мне выводили на стекло. Это очень удобно. Кроме этого, я должен сказать, что навигация... Для меня это, конечно, чудеса. Божественная навигация. Какой-то мир будущего, когда я вижу это на экране. Божественная навигация показывала мне дорогу на огромном экране, который тачебл. Это прекрасный. Вот, тачскрин. Значит, кроме этого, у меня еще передо мной на приборном щитке было показано, как и что, на каких поворотах, сколько поворотов пропустить и так далее. И то же самое еще и на стекло выводилось. То есть мне показалось, вы на этой ротонде должны повернуть там в третий поворот. Пожалуйста, у меня все это говорилось голосом. Значит, кроме этого, все это было на приборном, на приборе. Кроме этого, все это было передо мной и еще на стекле. — А голосом она говорила на русском? — Нет, зачем она? Она будет говорить по-русски, что она с этим... Нет, она же, это самое, она же испанка. — Томе la tercera salida, la rotonda. И все, пожалуйста, я выходил на tercera salida. И все. Значит, нет, все было изумительно. Должен сказать, да, но мне хочется поругать. За что же я могу поругать? Да, динамик, в динамике, дайнемикс. Дайнемик режим потрясающий. Просто посмотрите, она делается жесткая, четкая, вся такая собранная, прямо кошечка. Ну, в смысле, кошечка, в смысле, собранная перед прыжком, имеется в виду. Такая, напружиненная вся. Руль тяжелый, хороший такой, BMW-шный, становится на динамике. Чего мне не хотелось, я сейчас быстро расскажу. Значит, я бы хотел, чтобы, как в Мерседесе, был кастом... Вот, сейчас я говорю, это Вольво, может быть, слышит. Я хотел бы собрать свой кастом режим. Почему? Я не хочу, например, жесткого двигателя, потому что у меня дети тошнотики. Их тошнит. Значит, я хочу, чтобы двигатель был мягкий, как на комфорте. А чтобы подвеска и руль были динамик, как на спорте. Понимаешь, что я делаю? В Мерседесе это можно сделать. В Мерседесе ты берешь кастом, и ты делаешь так. Руль, спорт, подвеска, спорт, а двигатель, там, я не знаю, комфорт. И можно такой режим собрать. На Вольво я этого не увидел. Значит, ну, не знаю, но по электронике, конечно, они, ты знаешь, что Вольво там, сказать, все придумывает первое, практически все придумывает первое. Там, например, она тебе показывает, когда в слепой зоне машина, у тебя загорается предупреждение. Кроме этого, сейчас есть драйвер-ассист, или как она, я боюсь ошибиться, но есть помощник, который вообще можно просто бросить руль в пробке. Вообще просто. Просто бросить руль. И машина сама едет в пробке. Сама. Она едет в пробке, аккуратненько там, пинается с машинами и так далее. Потому что как раз в пробке хочется позаниматься мобильным телефоном, всем такими вещами. Понимаешь? Вот Вольво сейчас это делает. А для чего тебе это делать? Ну, это при расчете, когда все водители... Не-не, слушай меня, ты стоишь в пробке. Не нужны. Вольво, драйвер-ассист, включаешь этот режим, и Вольво сама пинается в пробке. Она идет вот в этом рядочке, аккуратненько сама. Ты вообще ничего не делаешь. Тачка сама едет. Понимаешь? Вот это супер-супер-пупер. Я понимаю, но мы же уже видели эту историю с беспилотным автомобилем. Не знаю. Ну, это Тесла. Ну, сбила. Ну, что, женщина. Женщина пошла не на зебре, когда-то там выпрыгнула специально, она нарушена постаралась. Ну, да, но пешеходы так делают. Женщина постаралась. Женщина постаралась. Бывает. Знаешь что? Если бы ты была за рулем, ты бы среагировала еще хуже, чем робот. Ты бы вообще могла не среагировать. Ну и что? Сказали бы, Элеонора сбила женщину. Бывает. Слушай, внимание. Значит, что я про Вольво? Суммируя. Мне только не хватило вот этого кастома. И еще одна фигня, которую я хотел сказать. У меня было ощущение... Сейчас я говорю какую-то вещь неприятную, хотя очень благодарен Вольво за то, что они предоставили мне машину. Машина сказочная. У меня было ощущение в некоторых режимах при вождении на скоростях где-нибудь 110, 110, вот так вот, 120, может быть чуть больше, что как бы она натыкалась на передние колеса. То есть мне казалось, что я ее в каких-то моментах, это микроскопические секунды, это может быть даже мгновение, когда я ее ловил, как бы. Ну, как бы ловил, я не совсем точно понимал. При перестроениях на скорости 120 у меня было ощущение, что я как бы наталкиваюсь на передние колеса. Понимаешь, что я делаю? Я как будто не очень слаженно, как эта рулежка была. Не знаю, может, я просто плохой водитель. А какой я водитель? Господи помилуй, а? Так если разобраться. Да ну ладно. А? Ну какой я водитель? Что вы тут на себя наговариваете? Проехал на больше миллиона километров на всех моделях, на всех машинах, включая грузовики. Разве я водитель? Ну а какой я водитель? Понимаешь, чуть-чуть у меня было такое впечатление, что как будто она, как будто колеса передние сами куда-то едут. Ну, я моментально брал под контроль. И на дайнамике этого не было. Только на комфорте. Только на комфорте. Ну, такая вот фигня. В основном... Плюшевый просит повторить модель. В-90. В-90. Гигантская машина. Легкая двигатель. 2 литра. 326. Легкая по ходу. Что делает? Что хочет, что и делает. Летит просто. Ну, я говорю, я один ездил с детьми. И как хочешь. По серпантинам постоянным. Я был на минус втором этаже на подземной стоянке. Мне дали подземную стоянку. Сказать, там добрейшие люди. И я ездил с минус второго этажа с очень большим уклоном. Значит, изумительно холодная абсолютно. Вот это 2 литра все. Никаких, так сказать, там просто... Мне надо было еще запирать за собой дверь. На диком уклоне, как, не знаю, там сколько градусов, там 50 градусов, не знаю. И я притормаживал, останавливался, трогался. Просто песня. Машина песня в этом смысле. А вот Турбан пишет, что в России ее нет. Что значит нет? Что значит нет? А? Нет? Я не знаю. Ну нет, так нет. Хорошо, что тебе делать. На самом деле, интересная информация про зарплаты. Российские зарплаты догнали румынские. А вчера было сообщение, я очень веселился и кидал в корпорат, значит, что покупательная способность средней зарплаты в Беларуси выросла выше, то есть она была выше российской. Ну, если пересчитывать в какой-то набор, понимаешь, в чем дело? То есть у статистических органов существует какой-то набор, который ты должна покупать, ну, по бедности, вот как несчастный человек. Ну, должен сколько-то там яиц сырых купить, понятно, да? Сколько-то хлеба. 31, сколько-то хлеба, сколько-то cruel, абсолютно верно, корень маниоки. Ты покупаешь корень маниоки? Корень мандрагоры. Мандрагоры тоже, кстати говоря, мандрагоры. Осторожно, сейчас у нас можно слушать МВД. Мандрагоры? Конечно. Ты сказала? То, что МВД может не понравиться. Ужай-то сама. Они же там тоже? Она пошутила, она пошутила, это из Гарри Поттера, но надо предупредить идиотов. Идиоты, она пошутила, это из Гарри Поттера. Она в хорошем колледже, каком-то колледже в Гарри Поттере в школе? Я в слизеринге. Я в плохом. Я за змей. Как так? Я за змей. А она с Ронни. Она с Ронни. Любит Ронни. И Гарри. Да? Они там все. Рыжий рулит. Рыжий рулит. Да, рулит. Абсолютно верно. Значит, хорошо. Поэтому было сказано про Мандрагору. Не в прямом смысле, а в переносном. И в смысле школы Хогвартса. Хогвартс. Хорошо. Значит, давайте так. Так, Россия, лидер по зарплатам, она сильно уступает, сильно уступает Китаю. Мы на 30% уже уступаем Китаю. Тогда где мы? Мы хуже китайцев на 30% по зарплатам. Лидер по зарплатам. По зарплатам. Мы в развивающихся странах. Где? В какой категории? Мы, например, на 5% выше Бразилии. На 5%... Видимо, в развивающихся странах. Да. Ну, конечно, мы развивающиеся. Конечно. Мы на 5% выше Бразилии. Мы на 30% ниже Китая. И, тем не менее, при всей этой сестопляске в долларах это одно. А по покупательной способности, сколько вы корней маниоки можете купить в Минске на свою среднюю зарплату и сколько в Москве, белорусы нас побили тоже. То есть нас побили китайцы. Нас скоро побьют бразильцы. Ну, у нас одинаково с бразильцами практически. Нас скоро побьет Казахстан. И мы хуже уже белорусов. Очень смешно. Правда, что смешно? Ну, я не знаю, потому что у них все дешево, я думаю. У них ничего не стоит. Что они жрут по-настоящему эти белорусы? Господи, помилуй, а? Да, ну, к тому же у них натуральные. Там пожрать-то нечего. А? Там пожрать-то нечего. Зельц, колбасы 50 видов. Да, колбасы 50 видов. Зельц вкуснейший. Там сразу четырех видов. Фаршированная щука. Ну, это в Белоруссии пожрать-то нечего. То есть разобраться. Смешная, смешной мем появился. Шел такой-то день без секса. Без секса. Значит, дневник с пометками от пользователей Твиттера. В Твиттере появилось поветрие, мем. И все должны написать, что с ними происходит на такой-то день без секса. Ну, вот, например, первый день без секса. Чувствую, как возвращается мем. Я просто прочитаю, ладно? Давайте не обсуждать это. Я знаю, что вы способны в таких темах дойти до чистой похабщины. Поэтому я вам не позволю это. Слушайте, я обращаюсь к слушанию. А я-то молчу. Я молчу. Ну, ты... Вот хотела, может, дойти до похабщины. Можно сказать, похабщины с тебя тоже не дождешься. Если так вот сказать. Честно. Вот зря вы так. Первый день без секса. Сегодня был уникальный случай. Хотела что-то сглупить. Конечно. Нет, не буду. Ну, да. Первый день без секса. Чувствую, как возвращается моя девственность. 561-й день без секса. Теперь могу видеть правым ухом владею телекинезом. И вижу мертвых людей. Это во всем мире в Твиттере сейчас мем. 561-й? Да, 561-й. 73-й день без секса. Голоса в голове начали соблазнять меня. 394-й день без секса. Могу увидеть Джона Сину. 308-й день без секса. Ничего не случилось. Я просто стал сильнее. Вчера я выбросил свой приус с моста. 71-й день без секса. Мои умные часы думают, что я сегодня пробежал 3 мили, а я даже не выходил из дома. 258-й день без секса. Просто без ничего было. А, еще про женщин. Про женщин и про знакомых. На какой день без секса они становятся красивыми. 326 дней без секса. Уэнди Уильямс. Такая славная. 55 дней без секса. Кейтлин Дженнер. Такая милая. И так далее. Мне кажется, эти сроки значительно завышены. Ну да, это хокма просто. Значит, 227 дней без секса. Возбудилась, когда кассир Subway спросил, какой длины я хочу сэндвич. 165 дней без секса. Случайно засунул... Ой, нет. Про зубную щетку. Это Диана, пишет женщина. Женщина. Хорошо, не буду. 372 дня без секса. Моя люстра выглядит возбуждающе. Ну и так далее. Ну и так далее. Ну и так далее. А, значит... Так-так-так-так-так-так. Не буду, не буду. Слушайте, дальше какие-то неприличные. Дальше какие-то неприличные. 136-й день без секса. Пошла в церковь впервые за долгое время. Захотела вспомнить, как это стоять на коленях. Я читал самые приличные. Я читал самые приличные. Неприличные читаю. Все, вы же не знаете, вы же не ходите в Твиттер, правильно? Ну и козлы. Ну, в смысле, молодцы. Правильно же делаете? Правильно. Там шпионы в Твиттере и так далее. Не надо туда ходить. Все правильно. Скажите, пожалуйста, значит, меня интересуют вот эти 17 человек, которые избивают. Ты видела видео это? Да. 17 человек избивают человека в Ярославской зоне. Видео пыток заключенных. 17 человек. Я представляю, там так много, но, наконец, их всех пересчитали. Это новая газета опубликовала видео пыток заключенным в Ярославской ИК-1. Евгения Макарова. Когда его пытали. Значит, я хочу, я хочу сказать, что я, когда смотрел видео, ну, все это было на прошлой неделе, в смысле, в смысле, это уже какой-то срок прошел, и необязательно делать из этого сенсацию. Да что ж такое-то, Господи? Дай мне мышь! Да я вам открою, ну что вы, у меня же все уже готово. Отдай мышь! А, я забыл тоже. Она же загружена. А, у нее уже все. Смотри, она же молодец. Я же, да. А, она же напарница, я забыла. Передача готова. Хорошо, в распоряжении новой газеты оказались видео с портативного видеорегистратора сотрудников СИН. Кто-то из сотрудников СИН слил своих. Их было 17 человек. Смотри, у него нога отекает, говорят они, когда избивают человека. Да у меня у самого уже руки затекли, говорят избивающие. Они меняются. Часть мужчин, которые избивают человека, стоят в Ярославской исправительной колонии. Часть мужчин стоят, отдыхают. Остальные мучают и издеваются и пытают человека. Ну вот, по звуку это вот так. А не пати. Надо сказать, что климат в России такой, что пытать можно не в каждое время года. И некоторые бывают времена года в России, когда пытаешь, и это вызывает повышенную потливость. Я думаю, что вот если бы зимой пытали бы, было бы намного лучше, и как-то можно было бы и форточку открыть. А? Давай, двигай, двигай, двигай! Хорошо, пойду! Они используют и лиситную лексику, поэтому приходится забипывать. Там все время, там, там и сям, и лиситная лексика. Огромное количество мужчин, огромное количество мужчин, которые папа пошел на работу. Вот сейчас спросите вот детей, спросите у детей, скажите, Петенька, ну, не знаю, какой-нибудь там, 5 лет, 6 лет, ребенку, да? Скажите, Петенька, а куда пошел папа? Папа пришел на работу. Потом Петеньку во дворе встретить, ну, или там, скажите, кого-то. Скажите, пожалуйста, а что, как папа? Папа пришел с работы, устал. Устал. Что он делал? Пытал людей. Пытал людей. пытал людей папа пытал людей а походил на работу он пытал людей ну как бы интересная же работа правда же интересно а сами эти мужики что думают вот сами эти мужики что они думают и мы же кайфово 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 даже один убирает вот эту дубинку да и как бы боксирует с пяткой вот этого заключенного он просто гордится собой он показывает свою он остроумие еще тоже остроумие вот они кулаками бьют кулаками кулаками бьют еще сверху кулаками по туловищу бьют какие они еще и поливали ему голову водой периодически он терял сознание они отмакивали чтобы он немножко поливнулся и чтобы он приходил это русская тюрьма исправительное учреждение исправляют они 17 мужчин внимание очень важно 17 мужчин собираются вместе собираются вместе не по одному не тайком все 17 это очень важно абсолютно убеждены в правоте своего дела они пытаются очень нормальным лицом они идеально они 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 пытают человека пытают человека в семнадцатером семнадцатером не боясь что кто-нибудь стукнет вот это очень интересно вот если бы я пытал к человека ну другой раз хочется значит и а ну так это не пытка вы понимаете то что происходит это я бы пытался сейчас пожалуйста на мы начали пытаться я бы сказал хасан что стукнет стукнет я бы не стал при тебе деть напьется и проболтается до чего же все-таки у русских людей развито чувство справедливости и товарищества то есть они пытают человека в семнадцатером семнадцатером веря свято что это вообще никогда не утечет что это что это точно только только среди него здравствуйте а вот здравствуйте да максим вы знаете ну это 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 распространено везде я тоже попадал в фронтах слава богу не сил так и избили отпустили вот дело в другом дело в том что ребята упустили возможность интернета и все что накаляется и п 끝나ться прорвается и потом у них есть 400 и которые люди подлил под астракизм их конечно бить никто не будет но здоровые вряд ли берут также будут а вот я думаю будут вот я бы максим вот буду вот будут вот вообще ничего не изменится в жизни вот давайте по говорилось давайте проголосуем давайте по кар болосу им но продовала но приговор ну почему макси предложим ну почему временно вы же приложили но давайте значит Посмотрите, 17 тюремщиков, псиновцев, избивали человека в Ярославской колонии ИК-1. Пытали, в 17-й ром пытали. В течение пыток он теряет сознание, его отливают водой и снова пытают. Все время пытают. Значит, там утверждают люди, что еще есть люди, которые тоже утверждают, что их там пытали и так далее. А причина, я сейчас замечу, в том, судя по видео, что он одного из этих сотрудников назвал рыжей псиной. Не назвал, не назвал. Даже не мат. Значит, слушай меня. Значит, неважно, неважно, неважно. Я просто говорю, еще раз. Максим говорит следующее. Максим говорит следующее, что после этого им перестанут подавать руку в Ярославле. Их подвергнут астракизму. Все? Все. Да, 134, 27, 35. Вообще ничего не будет. Вообще ничего. Ну что же вы так неосторожны? Их только пожалеют. Их подвергнут астракизму. 134, 27, 35. Их просто пожалеют. Ну что ж ты, залетел, ну не надо было. Ну что, на самом деле. Видишь, как все развонялись. Какой кошмар, ребята. Все развонялись. Все, больше ничего. Никто их никогда не... О чем вы говорите? Никто их осуждает. Не будет осуждать ничего, ничего такого. Понимаете? Так, их подвергнут астракизму. 44, 40 процентов. У меня 40 процентов. 38. Падает, падает. Те, кто думают, что их кто-то накажет. Общественно. Общественно. В древних Афинах народное голосование, во время которого граждане на глиняных черепках писали имя гражданина, у которого угрожала демократия государства. Если одного и того же имя написали 6 тысяч раз или более, его изгоняли из города на 10 лет. Как вы знаете, изгнание из города тогда могло означать смерть. Понятно, да? Почему некоторые товарищи в Афинах предпочитали хлебнуть цикуты, яда цикуты? Потому что выйти из города означало во многом, так сказать, большие неприятности. Это все равно, что на новую землю тебя отправили, сказали, пожалуйста, ты свободна, вот новая земля, живи здесь собой. Вот. Это все равно, что смерть. Поэтому люди предпочитали хлебнуть цикуты. Вот хорошо. Астракизм это страшная штука. Значит, их подвергнут астракизму, с ними никто не будет здороваться. Говорит Максим. Вы так думаете. 134, 27, 35. Я считаю, что абсолютно никто единственный, что их будут жалеть. Говорят, ну, ребят, ну что за тебя? Кулаки разбили об этого урода. Кулаки разбили об этого урода. Да еще и, видишь, кто-то стукнул. Стукачивает. Среди вас оказался стукач. Обидно, конечно. Ну, что вы говорите? Все, будет правильно все делать. Я останавливаю это голосование. 37 на 63. 37 на 63. Все. 37 процентов считают, что будет хоть какой-то астракизм. Но его не будет. Его не будет. Я вам говорю. Все их пожалеют. Скажут, пытали правильно, молодцы. Что же говорить? Ну, видишь, как-то не повезло. Ну, педа с этим. А? Проблема. А я согласна. Я тоже думаю, что ничего не будет. Ничего не будет. Ничего не будет. И вот это они снимали. Ну, в смысле, это утекло. Не потому, что они так верили друг другу, что никто не стукнул. Кто-то решил. Кто-то решил подгадить начальнику. Абсолютная норма. Кто-то решил подгадить начальнику. Вот и вся история. Ребят, ну что вы говорите? Вы знаете, что у нас теперь подъем с 8 до 10? Подъем с 8 до 10. Нам работать осталось 1 минута 10 секунд. Одна минута 10 секунд. Движение. Подъем в движении. Завтра не пропускайте, пожалуйста, в 8. Мы собираемся теперь с вами в 8. Передвиньте гудильник, ничего страшного. Мне кажется, в 8 это хорошо. Кто рано встает, тому... 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 Что там? Как это было? Народная мудрость. Народная мудрость. Поздняя пташка только глазки продирает, а ранняя пташка уже пиво пьет. Изъевает. Нет. Была народная мудрость тогда. Нет? Ранняя пташка уже пиво пьет, а поздняя только глазки продирает. Поэтому, чтобы пить пиво пораньше, надо вставать пораньше. Правильно? Мне кажется. Хорошо. Значит, давайте посмотрим про карту города Москвы. 4 балла. Никого нет. Слушай, город обезлюдил. Не знаю. Тут вы не кидали нейтронную бомбу, пока меня не было? Нет. Я вчера выхожу. На Большом Каменном 5 машин. Что такое? Здрасте. А где же пробка? Пробки нет. Ничего нет. Люди, вы разъехались. Я взял мотоцик. Я съездил вчера на дачу и забрал свой мотоцикл. Теперь вы увидите 5 машин и одного мотоциклиста. Мотоциклист – это я. Мы пойдем и проживем его этот понедельник, 23 июля. Подъем. Внимание, внимание. Говорит Москва. Десять часов столицы в студии с новостями Евгения Волгина. Здравствуйте. ФСБ задержало торговцев оружием, причастных к поставкам из Евросоюза в Россию. Федеральная служба безопасности вместе с МВД Росгвардии пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, в которую входили жители Москвы, Петербурга и Ярославля. В ходе обысков у задержанных изъяли 380 единиц огнестрельного оружия российского иностранного производства. Это пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, ружья, револьверы, а также гранатометы, осколочные гранаты и патроны. В одном из районов Тувы ввели карантин из-за подозрения на сибирскую язву. После забоя крупного рогатого скота были госпитализированы двое мужчин. Сейчас они находятся в Республиканской инфекционной больнице. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Глава Тувы Шолбан Караул, не дожидаясь результатов анализов, распорядился ввести карантин на территории Чубанской стоянки в Барун-Хемчикском районе. Тело человека обнаружили возле станции метро Селигерская. На месте работают сейчас сотрудники полиции. Об этом агентство городских новостей Москва сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, умершего мужчину нашли в общественном месте рядом со входом в метро. Подробности выясняются. СКР завел дело по событиям в Вильнюсе 91-го года. В материалах говорится о прокурорах и судьях Литвы, которые...